28 августа 2020 года появилась новость о том, что Чедвик Боузман неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Актёр, который прославился игрой Черной пантеры в киновселенной Марвел, многими был признан одной из самых величайших и влиятельных звезд нашего времени. Он скончался после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки, причем именно во время этой борьбы он и снимался в последних семи фильмах. Когда официальный аккаунт Боузмана в Твиттере опубликовал трагическую новость, мир был в шоке. Сообщения о любви со стороны поклонников и других знаменитостей последовали незамедлительно. Люди отдавали дань уважения и с любовью вспоминали его великие роли, а также то, как его роль Т'Чаллы доказывала, что репрезентация имеет значение. Помимо огромной культурной трагедии, смерть Боузмана создала серьезную проблему для компаний Disney и Marvel Studios. Черная пантера уже является кинематографическим лицом на миллиард, и Боузман был бы самой прибыльной звездой следующих нескольких фаз киновселенной. Популярный актер играл умного супергероя с доступом к удивительным технологиям, и Т'Чалла в исполнении Боузмана, по сути, был современным ответом лицу франшизы Тони Старку. Но как Disney справится с этой сложной и душераздирающей ситуацией? Представители говорят, что они сейчас не концентрируют внимание на выяснении того, что делать с Черной Пантерой 2. Во всяком случае, пока что. Согласно Hollywood Reporter, источники в Disney заявили, что компании, цитата, «нужно время, чтобы смириться», и они отдают дань уважения Боузману. Таким образом, у них нет ближайших планов на создание продолжения Черной Пантеры, и на момент создания этого ролика они не раскрывают никаких подробностей о том, каким оно может получиться. Боузман хотел, чтобы его болезнь была как можно более конфиденциальной. Таким образом, лишь несколько человек за пределами его семьи знали о его диагнозе. Более того, вся киновселенная Марвел была в неведении относительно этого, потому что новости достигли главу Marvel Кевина Файги только в день смерти актёра. Таким образом, реакция участников киновселенной была шоком и горем, за которым последовали трогательные воспоминания об их коллеге. Роберт Дауни-младший даже назвал Боузмана и его достижения кульминацией всей киновселенной Марвел. – «Блэк Пэнтер» – это, по крайней мере, победитель Марвел. Актёр Железного Человека подробно сказал в шоу Доброе утро, Америка, «Это был тот случай, когда люди высказывали своё мнение, купив столько билетов. Они говорили, нам нужно это запоздалое разнообразие» В какой-то момент руководителям Disney и Marvel придётся приоткрыть завесу печали и задать себе трудный вопрос – как дела будут развиваться без Боузмана? – Я не готова быть без тебя. К сожалению, Disney и раньше сталкивался с подобной трагической ситуацией. В 2016 году компании пришлось придумать, как продолжить Скайуокер Восход, когда уважаемая Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею, умерла в 60 лет. Universal пришлось кропотливо воссоздать Пола Уокера, когда актёр скончался в автокатастрофе во время съёмок фильма Форсаж 7. Однако Боузман был звездой своего сольного, невероятно успешного фильма, и он был важным игроком во взаимосвязанной киновселенной Марвел в целом. И пускай Disney мог бы отменить Черную Пантеру 2 и спокойно выписать персонажей из киновселенной, учитывая, что первый фильм имел культурный, критический и финансовый успех, и что смерть Боузмана нужно будет каким-то образом отразить в фильме, некоторые считают, что это маловероятно. Другие говорят, что компания могла бы попытаться заменить Боузмана другим актёром, но это вызовет массовый протест. Зная это, многие думают, что лучшим вариантом будет последовать по стопам комиксов и передать мантию Черной Пантеры младшей сестре Твчалой Шури, которую играет Летишия Райт. Упорная и технически подкованная Шури – популярный персонаж, и её восхождение к полноценному званию Черной Пантеры – именно то, чего фанаты хотят видеть в продолжении. Эта идея даже подтолкнула некоторых фанатов начать петицию для Disney и Marvel. Что бы ни случилось, киновселенная Марвел и весь мир потеряли настоящего гиганта в лице Чедвика Боузмана. Как сказал режиссер Черной Пантеры Райан Куглер, «Я потратил последний год на подготовку, придумывание и написание слов, которые бы он сказал. Но нам не суждено их услышать. Знание того, что я не могу снова увидеть его крупным планом на мониторе или подойти к нему и попросить ещё один дубль, меня разбивает» Наши мысли с друзьями и семьей Боузмана в это трудное время.